Друзья, всем привет! Вы находитесь на канале Читоки, меня зовут Елена и сегодня у нас с вами видео, которых очень давно не было. Это видео распаковка, наконец-то я получила. За долгое время посылку с Beauty Depot очень долго не заказывала, потому что, не знаю, заметили вы или нет, на Beauty Depot очень сильно поднялись цены на доставку. Ну, по крайней мере, вот сейчас, чтобы заказать в Казань, допустим, некоторые позиции парфюма, почему-то нужно заплатить около 500 рублей, там, 480 рублей за самую дешевую доставку почты России. Причем это как-то очень странно, я в корзине пыталась всякие там делать рокировки, в общем, одни ароматы складываю в корзину, доставка нормальная, добавляю туда, допустим, там просто атомайзеры, не знаю, там на 200 рублей, на 500 рублей атомайзеров, и у меня сразу доставка повышается там с 194 рубля на 480. Я не понимаю, от чего это зависит, но из-за вот этой вот стоимости доставки я очень давно ничего не заказывала, но тут очень сильно захотела я один аромат арабский, и сейчас он есть только на Бьюти Депо. По-моему, раньше он был на Озоне и на Вайлдберрис, но их там уже разобрали, поэтому вот остался у меня вариант заказать только с Бьюти Депо. И сегодня он ко мне, собственно, и приехал. Коробка огромная, из-за одного аромата, я не знаю, может, у них закончились там маленькие коробочки, но вот смотрите, коробка, там один аромат. Раньше мне приходили с одним ароматом маленькие коробочки, ну, я не знаю. Смотрите, здесь вся коробка набита полностью, вот, целлофаном, вся. У них, наверное, действительно закончились маленькие коробки. Так, я сейчас выложу. Мне положили в подарок какой-то Day Cream Collagen Expert йогурта в Болгарии. Болгарский йогурт, какой-то вот такой вот кремик мне в сашетке положили. Как всегда, стандартно пакетик Бьюти Депо и накладная. Один аромат, который стоил 760 рублей. А именно это аромат Лола от марки арабской Эмпер. Я уже рассказывала, те, кто смотрит мои записи в Инстаграме, я увидел. Я рассказывала об ароматах Эмпер. Они у нас сейчас представлены в сети магазинах Альпари и Улыбка Радуги. Можно их там найти, но далеко не все ароматы там есть. Поэтому вот именно аромат Лола я хотела очень давно. И, к сожалению, к нам его не привезли, но вот на Бьюти Депо он был. Смотрите, какая очаровательная упаковка. Она в слюде, но при этом она, вот видите, с бантиком. То есть под слюдой идет бантик. Вся коробка запакована полностью ленточкой. Вот. Замечательного такого розового-золотистого цвета. Вот написано название Лола. Парфюмерная вода. Пока я ее открываю, прочитаю быстренько пирамидку. Вот. И давайте вам о ней будем уже слушать. Потому что я, если честно, уже и не помню, как она пахнет. Я помню, что она мне очень нравилась. Вот. Но не помню, в принципе, прям вот четко запах. Не могу сейчас сказать, о чем он. Значит, принадлежит к группе восточной цветочной. Верхние ноты кориандр и герань. Средние ноты корень ириса, гелиотроп, роза и сандалы. Базовая нота ваниль, бензоин и белый мускус. Хоть аромат такой кажется по упаковке легкомысленный, но на самом деле по описанию, видите, очень даже что-то там такое серьезное. Так, эту слюду еще нужно умудриться вскрыть. Потому что она достаточно плотная. Знаете, не такая обычная, как вот, как пакетик. А здесь, видите, прям плотная такая пластиковая слюда. 100 миллилитров. Так, это мы выкинем. Вот, еще раз покажу. Уже без следы коробочек. Открываем бантик. Так, ну давайте смотреть, что у нас тут. Смотрите, как красиво. Здесь золотистая упаковка. Написан сайт emperparfumes.com Так, открыла. И здесь лежит вот такой вот красивенный. Вообще у Emper есть серия ароматов, которая называется кубизм. И вот у них флаконы такие же точно, как и у Лолы. То есть они видят такой странной формы. Плоской, квадратная, квадратный такой плоский. Кубизм, по-моему, в белом флаконе, а Лола идет вот в таком ярко-красном. Сейчас даже покажу вам. Вот так он выглядит. Вот идет надпись. У Лола, собственно, ничего. Очень сильно отсвечивает, потому что он прям флакон зеркалит. Он настолько отполированный. И здесь даже все вот отражается. Я вам даже не могу сейчас адекватно показать его, потому что он полностью отражает свет и все зеркалит. Так, мне уже не терпится. Ой, такая вот крышка, кстати. На пульверизаторе тоже вот здесь выбито название Emper. Ну, точнее, название марки. Я, наверное, сначала нанесу на блотер, а потом сразу нанесу на руку. Хотя, наверное, я сразу буду носить на руку. Сегодня всего лишь один аромат. Вот. Вот так вот. Он потек. Отлично. А я, кажется, выкинула от человека доставки. Он течет. Интересно, он всегда так будет делать? Что делать? Попробую сейчас распылить еще раз на другую руку. Вроде бы сейчас не течет. Может, это было какое-то неудачное первое распыление. Я не знаю. Но он прям сильно-сильно потек. Сразу прям мощные такие несколько капель. Ай, я вся в нем. Абсолютно. Вся. Это... Я уже чувствую, что это будет очень стойко и очень надолго. И я им буду пахнуть теперь несколько суток, мне кажется, как и все здесь. Почему он потек, для меня загадка. Здесь, ну, как бы он новый. Вы все видели. Вот. Я не знаю. Что-то с пульвиком, может быть. Он подтекает. Ну, вроде как сейчас вот я еще раз даже... Вот, видите, он такой странный звук издает. Ну, по крайней мере, хотя бы сейчас уже не... Течет. Он течет. Что делать? В общем, не знаю, ребят. Мне запах как бы очень нравится. Но мне абсолютно не нравится то, что флакон подтекает. Возвращать я даже не знаю. Я, скорее всего, вернуть уже не смогу. Хотя накладная у меня есть. Вот она. Но я выкинула сегодня чек на почте. О получении наложного платежа. Хотя, наверное, это не важно. Скорее всего, нужна накладная. Ладно. Давайте не будем о плохом. Просто я сразу показываю. Кто захочет заказывать, оно может течь. Вот оно течет. Вот аромат мне сейчас очень сильно чувствуется какая-то вот цветочность. Мне кажется, что это герань, потому что цветок очень необычный. При этом аромат сладкий. И мне почему-то здесь чудятся какие-то персики. И, кстати, сразу скажу, чтобы не томить, он очень сильно похож на кашмир от Чопард. Вот прямо сейчас я слушаю его. Он более такой, знаете, горьковатый. Все-таки кашмир, он сладкий. Такой даже вот сладко-фруктовый для меня. Этот, конечно, более горьковатый. В нем слышится вот эта вот гераневая, какая-то острота, горькота. Но при этом направления очень похожие. Вот для тех, кто хочет Чопард Кашемир, Шопард, Шапар, не знаю, Кашемир. И для тех, кому он нравится, я бы советовала присмотреться, потому что действительно ароматы очень-очень схожи. Вот. Но, опять же, мне кажется, что этот намного более насыщенный, намного более стойкий, сладкий. И вот эта вот горчинка цветочная, мне она нравится больше. То есть, по мне, этот аромат немного сложнее, все-таки, чем Кашемир. С Кашемиром я до конца не подружилась. Он вроде как вкусный, сладкий. Там есть и ванили, есть такая фруктовость. Но вот чего-то мне в нем не хватает того, что есть вот здесь. Вот, возможно, вот этой как раз горчинки, фруктовости мне не хватает. Мне кажется, он будет просто запредельно стойкий, потому что все, я его чувствую теперь везде. Я вся им облита. И, ну, знаете, вот сразу по напору аромата чувствуется, что это будет стойка. Вот. Поэтому много даже рассказывать о нем нечего. К сожалению, меня очень печалит вот этот факт того, что он течет. Причем, смотрите, сам по себе он не течет, когда я его вот трясу. Но когда стоит только сделать распыление, он сразу начинает подтекать. Видимо, где-то там жидкость пропускает, точнее, пульверизатор пропускает жидкость. И, знаете, вот я его сейчас трясу. Я даже вот прямо сейчас возьму, попробую просветить фонариком. У меня почему-то такое ощущение, что он там еще и не полный. Сейчас. Ну, я даже не знаю. Наверное, этого не будет видно. Скорее всего. Вот, смотрите. Видите, там чуть-чуть виднеется. Если так смотреть, если брать этот флакон, да, за 100%, скажем так, у меня такое чувство, что в нем уже миллилитров 5, а то и 7 не хватает. Но это очень странно, потому что, в принципе, коробка вся сухая. Вот. Может быть, он испарился. Может, из-за того, что он подтекает, он каким-то образом испарился. Но он явно, вот даже, видите, новый парфюм не может так трабанить, потому что там явно не хватает очень много жидкости. Вы смотрите, ровно я сейчас покажу. По вот эту вот штуку, вот ровно вот так, по вот эту штуку аромата нет. То есть, видите, да, вот, вот где-то вот столько, там нет. Я не знаю, с чем это связано. Испарился он. Может, он очень давно стоит, и он действительно уже испарился из-за того, что подтекает. Но мне, конечно, это не нравится. С другой стороны, он стоит не таких больших денег. Но аромат классный. Конечно, я его оставлю себе. Не знаю, буду ли я его менять. Если честно, очень не хочется вот это вот возиться, отправлять это все туда-сюда. Я попробую связаться с представителями магазина, что они мне посоветуют сделать. Отправить его обратно, или как с этим поступить. Потому что, ну, вот я несколько раз делала распыление, и я вся им облилась. Он действительно течет, и во флаконе уже изрядное количество миллилитров не хватает. Поэтому, ладно, не будем омрачаться этим фактом. Да, аромат классный для тех, кто рискнет, кто теперь не побоится заказать. Я не знаю, вдруг это только у меня, конечно, флакон такой попался, текущий. Но для тех, кто не побоится, для тех, кто любит чопорт-кашмир, это сладкий ванильно-цветочно-персиковый. Я не знаю, там не заявлены персики, но я их вот четко ощущаю. Очень приятный. Конечно, мне кажется, больше зимний, но и такой. Я его буду носить сейчас. Это такой холодный весенний аромат, скорее. Буду носить обязательно. Всех приглашаю к затесту. Ну, опять же, на ваш страх и риск, если не боитесь, что вам тоже попадется вот такой подтекающий флакон. Вот. А я с вами, пожалуй, на этом прощаюсь. Всем приятных профилейных покупок. Всех люблю, целую. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok